МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», которую вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Вновь мы начинаем нашу передачу на улице. Новая Басманная, несмотря на название, одна из самых старых и хорошо сохранившихся улиц Москвы. За моей спиной замечательный красоты и гармонии особняк. Часть городской усадьбы, построенной в конце позапрошлого века по заказу купца Ивана Карловича Провы. Теперь здесь, после много лет длившейся реставрации, нашел прибежище знаменитый хор Владимира Минина. К народному артисту Советского Союза, руководителю всемирно знаменитого Московского академического камерного хора, мы сегодня и пришли в гости. В январе будущего 2019 года Владимиру Николаевичу Минину исполнится 90. Поверить в это не то что трудно, а невозможно, глядя на этого энергичного, подвижного, с молодыми реакциями человека. Всю жизнь он последовательно, упрямо, преодолевая множество препятствий, шел к воплощению своей мечты – возрождению русской хоровой культуры, связанной прежде всего с церковью, с духовными произведениями русских композиторов – Бортнянского, Танеева, Рахманинова. Все это было в советское время под запретом, и Минин, наряду и одновременно со своим однокашником Александром Юрловым, был первым, кто сумел эти запреты преодолеть. В частности, рахманиновские «Всеночное бдение» и «Литургия Иоанна Златоуста» впервые после многолетнего перерыва прозвучали со сцены в исполнении Мининского камерного хора. Между нашей первой встречей с Владимиром Николаевичем и второй Мининский хор дал в своем небольшом зале на Новый Басманный концерт, посвященный Рахманинову и составленный исключительно из его произведений. Мининские артисты выступали не только в своем основном амплуа, они пели арии из рахманиновских опер, романсы, вокализы, народные песни в рахманиновской обработке. Сказать, что это было замечательно, значит не сказать ничего. Рахманинов с его измученной ностальгией по России душой, простите за воскопарность, действительно, как будто незримо присутствовал в зале этого старинного особняка. С Рахманинова и впечатления от концерта, ему посвященного, и начался наш второй разговор с руководителем Московского государственного академического камерного хора Владимиром Николаевичем Мининым. Владимир Николаевич, мы вновь встречаемся, и на этот раз такой особый у нас был промежуток между нашим первым и нынешним разговором. Это вот это вот совершенно, на мой взгляд, совершенно замечательный концерт рахманиновский в вашем зале, репетиционным концертом. В вашем доме. В вашем доме, в вашем доме, а доме я еще обязательно тоже спрошу, но это я специально под завязку хочу оставить. Поэтому с рахманиновской темой я хочу немного начать. Вот что такое Рахманинов для вас? Он вам чем-то особенно близок? И если да, то чем? Если говорить о близости Рахманинова, то это, пожалуй, необыкновенное ощущение русскости в его мелодизме. Что бы вы ни взяли, ты всегда чувствуешь, что да, вот за этой мелодией поля, просторы, масштаб. Ну, понимаете, вот это глубоко национальное, не европеизированное, а именно национальное. И потом, конечно, понимание. Этому человеку нет равных, потому что он равновелик как композитор, как дирижер и как пианист. Вот эти три его ипостаси, они настолько паяны. Второго такого случая, по-моему, просто нет в истории. Второго случая, по крайней мере, на русской почве точно. Не вдаваясь в оценки, Рубинштейн и пианист, и композитор. Но пианист остается в веках, а композитор... И так можно привести много примеров. А равновеликих Рахманинова нет. И вот это сочетание двух этих вещей, конечно, вызывает и восхищение, и огромное наслаждение не только в слушании в его музыке, но и в исполнении его музыки. И такая русскость, о которой вы говорите, и такая трагедия всей жизни, что он оказался от России оторванным, да? Да, к сожалению, случилось так. Рано родился. Да, так бывает. Не вовремя родился. Лучше бы раньше родиться. Вот тогда было бы все нормально. До 1917 года. То, что у Горького называется, не на своей улице родился. Именно не в географическом смысле, но в каком-то, так сказать, историческом. А вы можете себя представить в коллизии Рахманинова? Что вы оказались бы вне России? Были ли когда-нибудь у вас такие мысли? Потому что ведь всякие бывали в жизни периоды, и очень трудные. Вы сами говорили в нашем предыдущем разговоре, что будь здоров, как вообще, и жизнь пробовала на зуб. Вы знаете, вся моя профессия связана с языком. Поэтому мне думать о бытие вне России не приходится. Просто не приходится в силу моей профессии. Я понимаю. И надо сказать, что долго вне России, ну что значит долго? Месяц, два месяца, два с половиной. Вот самое длительное мое пребывание за рубежом – это два с половиной месяца. Но я вам должен сказать, что места не находишь себе. Потому что, когда я не говорю на своем родном языке, я долго, то я ощущаю, конечно, некое такое, ну, некомфортное состояние, скажем так. Чем она вас питает, питает Россия в первую очередь? Своей ли природой? Своей ли убогой жизнью в материальном смысле слова? Своими ли постоянными какими-то политическими, общественными дрязгами? Ну, чего говорить? В этом смысле Россия адреналина столько вообще будет, как никакая другая, конечно, какая-нибудь европейская тихая заводь благополучная. Вы все перечислили, поэтому мне перечислять уж, конечно, и не осталось места, но должен сказать, что где родился, там и пригодился. Понимаете? Потому что и замечательно все там, но не свое. И замечательно, но не родное. И лес не тот, и квашная капуста не та, и огурцы не те, и так далее. Хороша Маша, да не наша. Да, да. Понимаете, если бы вот всегда думаешь, ну, чтобы нам не перенять у немцев любовь к чистоте, к порядку, тогда бы не было России, была бы другая Германия. Наверное, хотя вместе с тем все-таки не мне вам рассказывать, что все-таки Россия до всего этого исторического катаклизма тоже была другой. Та Россия, в которой мы живем сегодня, это не та Россия, которая, я даже просто по хронике, по лицам беру, не та Россия, которая была до 17-го года и так далее. Но, опять же, не мне вам это объяснять. И сами вы в прошлый раз вспоминали, как шли люди с Покоса, как они пели, все это уже сейчас. Ну, вы знаете, это ведь наша беда, это не наша вина. Это наша беда, когда выкошен был лучший генофонд. Первая мировая война. Кто шел в первых рядах? Да всегда шли лучшие люди. Не подонки же шли, а лучшие люди. Революция. После революции что происходило, всем известно. Гражданская война. Вторая мировая война. 37-й год. 47-й год. 48-й год. Ну, знаете, это же, повторяю, это же ушли лучшие люди. Ну, возьмите, приезжаешь в какой-нибудь Ижевск. Ну, не самый, так сказать, знаете, столичный город. Заходишь в музей, там показаны люди, аристократы, которые способствовали просвещению, укладу жизни, становлению медицины в городе. Это лица, конечно, что же говорить, замечательные. Но рядом с этим лица крестьян. Вы знаете, я боюсь впасть в ересь, но, знаете, это же другие лица. Абсолютно. Я про это и говорил. Это же другие лица. Я и говорю не про аристократические лица. Понятно, что аристократия была уничтожена, но крестьяне, рабочие, вот вся эта революционная хроника, это другие лица и другие глаза. Другие, да, другие лица, другие лица. Я понимаю, что жизнь не стоит на месте, но, знаете, то, что мы потеряли, это сказывается сегодня во многих областях. И в первую очередь, в первую очередь, конечно, на любой, на любом уровне, в профессионализме. В профессионализме в первую очередь, понимаете? Я вам приведу пример. Недалее, как сегодня, я выхожу из дома, мне навстречу идет наш, ответственный за наш двор. Я его благодарю. Знаете, я говорю, сам Анатолий Сергеевич, так все расцвело у нас, так замечательно. Так вы не волнуйтесь, будет реконструкция. Я говорю, а что, это обязательно? Так сказал начальник, что надо делать реконструкцию. Я говорю, что деньги девать некуда. Ну, возможно. И он говорит, один пример. В правилах этой реконструкции написано, что должны быть установлены осветительные столбы высотой не менее 4 метров. Я говорю, так у нас полтора метра, это так уютно, для глаза приятно. Ну, так написано в постановлении. Вот вам и все понимаете. Поэтому очень многое направлено против человека. И это при том, что все как бы там было приватизировано и так далее, но мы не чувствуем себя хозяевами, и нам не дают себя почувствовать хозяевами этой земли, земли вокруг нашего дома. Почему все решается за нас и помимо нас? Ну, знаете, я вам скажу, что, конечно, тут можно говорить сколько угодно, до тех пор, пока не будет сменена сама система, экономическая, хозяйственная, понимаете, до тех пор так все ведь и будет, будет просящей и соизволяющей. Да, абсолютно, 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 абсолютно. И человек не будет в центре всего, как бы, так сказать, процесса, какие бы слова красивые не говорились. А это все-таки главное, и это, как мне кажется, главная беда России, то, что человек здесь букашка такая. Ну, конечно, ну, надо начать тогда, знаете, с чего? С хартии вольностей. И хотя, как сказал Черчилль, демократия не самая лучшая форма правления, но, безусловно, конечно, демократия в полном ее объеме, конечно, должна быть во всякой цивилизованной стране. Ну, конечно, конечно, конечно. Именно демократия, не какая-то там суверенная, не какой-то там особый путь, о котором нам любят голову морочить. У всех путь один должен быть. У всех путь один, с другой стороны, у всех он особый. Все страны, все народы не похожи один на другой, у каждого своя история. Национальные особенности – это национальные особенности. Но есть какие-то фундаментальные вещи. Ну, конечно. Эти фундаментальные вещи у общества, у всех практически одинаковые. Должно быть. Вернемся к вашему хору на некоторое время. Именно потому, что хор – это же тоже такой социум. Безусловно. Это не просто ячейка общества, это общество в миниатюре. Безусловно. Со всеми, что называется, присущими обществу и противоречиями, и поисками какой-то гармонии и решений. В этом концерте ваши артисты, певцы выступают и в качестве солистов, причем не только солистов хора, но вот из солистов-певцов замечательно звучат арии рахманиновские, рахманиновский вокалист, народные песни рахманиновым обработанные. Вот что такое для вас артист хора? Это потенциальный певец-солист? Или, может быть, это в силу тех или иных обстоятельств несостоявшийся певец-солист, к которому вы ищете такую гармонию, что ли, творческого существования? Или правильно сравнить его с музыкантом в оркестре? Или вообще не надо ни с кем сравнивать? Вот где тут своя собственная творческая специфика и особенность человека, поющего в хоре? Это ведь, наверное, очень важно, и, наверное, в зависимости от ответа на этот вопрос. И хор получается либо таким, либо сяким? Хор получается либо таким, либо сяким от двух вещей. От того, что исповедует руководитель хора, и от контингента хора. Что я имею в виду? Приезжал недавно сюда на гастроли в Москву литовский государственный хор. Он состоит из выпускников дирижерско-хорового факультета. Что это означает? Это означает, что в нем все хатмейстеры поют. У них нет выдающихся голосов. Но они поют с редчайшим пониманием содержания и смысла той музыки, которую они исполняют. Культура звука, культура музицирования, культура ансамблирования – это все у них в совершенстве. Кроме одного – отсутствие голосов. В России такого хора нет ни одного. Наш хор состоит из профессионалов-певцов, которые готовились на скамье вуза или училища к сольной работе, но волею судеб оказались в данном коллективе. Хорошо это или плохо? С одной стороны, это очень хорошо, потому что у них есть голоса. С другой стороны, им приходится многому учиться для того, чтобы уметь ансамблировать. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 В Broadway И он начинает себя готовить к игре в оркестре. У вокалиста этот процесс обольщения заканчивается тогда, когда он, окончив пятый курс, не может поступить в качестве солиста в театр. Вот тут у него заканчивается процесс, и начинается процесс, а надо зарабатывать деньги, надо устроиться куда-то. Он приходит в коллектив. И, конечно, я, понимая это, даю возможность ему выступать в качестве солиста. Вот я про это и говорю. В качестве солиста. Поэтому, конечно, приходится мне, если хотите, в какой-то мере удовлетворять эту его потребность к сольному пению. И я поощряю это в коллективе. Даже более того, после этого концерта сказал всем мужчинам к 30-му числу принести мне роман с Рахманинова, который вы будете исполнять в концерте. Это уже второй вопрос. Выпущу я его или не выпущу? Но дать возможность... Должен иметь шанс. Дать возможность я даю шанс. Обязательно. Я к тому и клонюсь, что все-таки ваша роль – это еще и роль такого отца родного, что называется. Ну, конечно. Конечно, роль отца родного, который должен поощрять и стимулировать. Ну, конечно. И тут, наверное, я вспоминаю, как Юрий Петрович Любимов говорил, что он пианист. А его артисты – это клавиши, на которых он играет. И ничего в этом нет зазорного, потому что сам он вполне может себя сопоставить с Рихтером. А уж дальше все зависит от того, на какого класса инструменте он играет – на стэнвее или на пианино «Заря». Вам близко это сравнение или нет? Оно мне скорее понятно, но не близко, потому что я как раз противник того, чтобы артисты хора были клавишами. Вы сами сказали, что у них были одухотворенные лица во время концерта. Да, поэтому мой вопрос провокционный. Я именно вспоминаю эти лица. Ни одного безучастного. Там не было никого из массовки. Совершенно верно. Поэтому я и стремлюсь к тому, чтобы каждый артист получал свою меру удовлетворения от содеянного в концерте вместе со всеми. Раз уж мы упомянули Любимова, все мы помним, как, в общем, на самом деле при таком великом его пути, при таком долгом пути, конечно, жизнь в каком-то смысле закончилась трагически, потому что она закончилась разрывом с его уж, просто так сказать, родным детищем, от которого он оказался отторгнут. Я знаю, что у вас тоже бывали разные времена в коллективе и сложные, но вы из них вышли, что называется, победителем и с честью. Вы что, вы более жесткий, более деспотичный руководитель, чем Любимов, или наоборот, более такой пластичный, ну, более хитрый, умный? Ну, пожалуй, я бы сказал так, что, на мой взгляд, является первопричиной сложности. Я на примере Любимова думаю, думаю, что произошло следующее. Любимов кого-то пестует, кого-то воспитывает, и вот этому кому-то вдруг кажется, что он может обойтись без Любимова, потому что он уже теперь сам с усам. Отсюда возникает коллизия. Такая же коллизия возникла у меня в коллективе, помноженная только на то, что актер – человек, как мне кажется, более умный, потому что он сталкивается с определенными характерами в исполнительстве в течение своей жизни, профессиональной жизни. Что касается вокалиста, он немножечко более податлив на какие-то вещи, на которые его можно подбить. Наверное, больше ребенок, может быть, более наивен, нет? Более наивен, наверное. Я вам скажу такую вещь. У нас в коллективе давно еще работал замечательный тенор с довольно редким голосом, такой типа тенор Альтина. Ну, знаете, такой, я бы сказал, русский тенор высокого, понимаете, диапазона, пел замечательно в «Перезвонах Гаврилина». Имел успех. Я ему подбирал, естественно, репертуар, который показывал его в лучшем свете. Наконец ему показалось, что он способен, понимаете, обойтись без меня. «Пожалуйста, иди». Он подал заявление об уходе, ушел. Знаете, чем он кончил? Он работал вахтером. Это я не в осуждении этого человека. Нет, я все понимаю. Я в качестве примера того, как легко можно подбить человека на неверный шаг. Вот такой же шаг был в моем коллективе, но, к моему счастью, не все то, что вы сказали, а просто другое было время, и другой был руководитель департамента культуры. Был уже пример любимого, и департамент культуры понимал, чем может кончиться увольнение руководителя. В честь руководителя департамента культуры, он мне сказал, идите и наводите порядок. Ну, конечно, это единственное правильное решение. Вот я пришел и стал наводить порядок. Ну, конечно. И кончилось тем, что вы видели в концерте. Да, потому что это ваш дом, вы глава семьи. Только из этого и можно исходить. Это верно. Но, понимаете, вот я вам скажу, что у тех людей, которые затевали здесь бучу, они уже поделили и место директора, и место художественного руководителя, и место хорместера. Они уже все поделили. Ну, дурачь его. Ну, дурачь его. Совершенно верно. Но это не я сказал бы. Да, это я сказал. Это я сказал. Это получился мой Крыловский квартет. Совершенно верно. Больше ничего. Вот так. Ну, вот вы знаете что? Я, вчитываясь в вашу биографию, я вижу, что вы, с одной стороны, человек ведь конфликтный. И было много места, откуда вы уходили, что называется, стукнув кулаком по столу, или там, не сработавшись в силу тех или иных обстоятельств. С другой стороны, вы, как показывает пример этого хора, вы прирожденный руководитель. Недаром ведь Фурцева вас хотела назначить директором Большого театра. Это правда? Был такой момент, да. Но не жалейте, что отказались? Ой, Господь, вы знаете, ведь что ж мне браться за то, в чем я не понимаю ничего? Ну, зачем же мне идти туда, куда... Ну, это не мое. Вот мое – это коллектив. Екатерина Алексеевна была яркий персонаж, да? Необычный. Ну, конечно. Счастлив, что так легко отделался. Это очень... Это был бы неверный с моей стороны шаг. Абсолютно. Вы ведь такой смелый экспериментатор. У вас... Ваш хор участвует в оперных постановках, в постановках мюзиклов. Я знаю, что в «Висайской истории» ваш хор участвовал. Пели со Стингом. Это вот что? Это именно вы ищете какие-то новые пути, какие-то еще не открытые ниши? Или просто не хватает, что называется, материала для работы? Не хватает сочинений, собственно, для хорового исполнения? Чего тут больше? В русской музыке для хора написано очень мало. Интересного, я имею в виду. Настоящей музыки. Потому что русская музыка, ну, условно говоря, началась с 90-х годов XIX века. Танеев. Потом грянул 17-й год, революция. Хор стал инструментом большевистской партии и пел смело товарища в ногу. Потом появились... Начали появляться довольно ремесленные поделки, потому что хор был зажат в определенные тиски. Не потому что были плохие авторы. Зажат. Идеологии зажат. А потом появляются Щедрин, Свиридов, Гаврилин, Рубин, понимаете? Вот такая плеяда, которая пишет для хора, и хор становится более полноправным, что ли, членом музыкантского сообщества. Но от этой скудости, это первое, и второе, нельзя все время одну и ту же стилистику употреблять. Превращается в штамп твоя работа. Поэтому ты невольно ищешь какие-то другие сферы для того, чтобы не заштамповаться. Понимаю. А как это со Сингом получилось? Расскажите. А, это был его приезд. К его приезду я отобрал песню «Фриджайл». Да, да, да. Понимаете, мне понравилась очень эта песня. Изумительно ее хор поет. Я видел в такой несовершенной любительской записи, но поет чудесно. Да, да. Вы знаете, это хрупкость, такая хрупкость в этой песне. Музыка, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы это не только один голос спел. Но еще бы что-то такое обволакивало его такое же хрупкое вещество, как голос. Музыка, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы это не только один голос спел. А, собственно, со Сингом получилось какое-то? Да, была встреча, он послушал нашу запись, ему это очень понравилось, у нас есть совместная фотография. Так что я пришел на его концерт. Так что он был очень тронут нашим подарком. Еще, конечно, я не могу не вспомнить ваш эксперимент. Я имею в виду спектакль с Валентином Гафтом, который вы играли, как он назывался? Скажи, он дьявол или бог? По-моему, это была очень интересная, что называется. Вы знаете, это была интересная работа, потому что, во-первых, это, ну, скажем, поэма, условно говоря, Валентина Иосифовича сама по себе интересна. Ну, и потом мне было интересно подобрать музыкальную сопровождение, иллюстрацию скорее, музыкальную иллюстрацию этого текста. Поэтому, конечно, от песни о Сталине, кончая сочинениями Кончелли, и музыкой Шостаковича, и Прокофьева, ну, много там было всего. Поэтому, конечно, это производило впечатление. По-моему, увлеченность и Гафта, ну, не говоря, не говорил Жахоре, была очень большая. Да, ему очень нравилось. Ух ты! Ему очень нравилось. Как он этим горел просто. Горел, горел. Ты, говорит, со мной пришел Господь, Обна у нас с тобою кровь и плоть. Надеюсь, мы поймем друг друга. Освободи мне душу от недуга. Готов услышать от тебя Христа, Что жалок тот, в ком совести чиста. Прости меня. Прости страну. Прости, прощенья вместе просим. Я твой библейский сын. Я твой Иосиф. Но где ты? Где ты? Боже мой! Я говорю самим собой. Я заболел. Мне надо лечь. Поспать. Я сам себя за Бога начал принимать. Поясним, опять же, для наших зрителей, что речь идет о Сталине. Скажи, он дьявол или Бог? Этот вопрос поставлен как раз в отношении Сталина. И вы, увы, уже один из немногих, кто Сталина видел воочию. Да, это верно. Во-первых, как это было. Во-вторых, в фильме очень хорошем, который снял первый канал, кажется, мне он понравился, мне показалось удивительным. Вот, Минин и Гафт. Вот это вот. И там Валентин Иосифович говорит, что какая-то притягательная сила была в этом дьяволе. Дьяволе, но притягательная сила. Говорит он о Сталине, хотя он, по-моему, Сталина, уж во всем очень так близко, как вы, не видел. А вот ваши собственные впечатления и воспоминания. Вы знаете, есть конкретные воспоминания и есть размышления. Да, конечно. Поэтому воспоминания первые, это была декада ленинградского искусства в Москве. Это был 40-й год. Мы, значит, были участниками концерта в Большом театре, и Сталин сидел в ложе со сцены справа от нас. Вот тогда я впервые увидел Сталина, но смотреть его не мог, потому что полутемная была ложа, и света там не было. Это было такое детское впечатление. Потом я, значит, Хорс Вешникова был приглашен на концерт в Кремль в 49-м году в честь 70-летия Сталина. Ну, это было обставлено, конечно, знаете. Был у нас концерт в колонном зале после концерта Фельдъегерь пришел и вручил Свешникову конверт с пятью сергучными печатями вскрыть. Немедленно было сказано, Свешников сказал, значит, вскрыл. Там было приглашение ему персональное, всему хору на концерт для участия в концерте. Открывать концерт надо было в 12 ночи. А наш концерт закончился где-то в 9 вечера. Ну, вот мы, значит, проехали через... Это Боровицкие ворота, значит, в Кремль, ну, там, естественно, оказался знакомый майор, которым мы познакомились в 49-м году в Венгрии на фестивале молодежи. Вот мы с ним увиделись. Там концерт был... В 12 ночи открылся хор Свешникова. Было несколько произведений. Это была русская народная песня «Ахты степь широкая». И был однозвучный «Гремит колокольчик». Вот три песни мы спели. И я стоял в партии вторых теноров. Вот сцена была в Георгиевском зале. Были накрыты столы. Сцена была сделана поперек зала. И стол Сталина... Сталин сидел в центре стола. Справа от него сидели приглашенные гости Маудзе, Дун, Доллареса, Барури, Морис Торрес, Тольятти. Я уж всех не помню, конечно. А слева члены Политбюро. Вот такой длинный был довольно стол. Сталин сидел к нам в полоборота. Такое загорелое лицо. И вот довольно близко его, с близкого расстояния его видел и мог рассмотреть. А что же касается размышлений, то много ведь всяких теорий, много всяких домыслов. Я бы сказал только одно. Я всегда спрашиваю себя. Вы достигли успеха? Ну, какой ценой? Не все способы хороши для достижения цели. И цена, которую заплатил наш народ за те достижения, даже которые были, она несопоставима. Несопоставима. Отсюда ведь отношения, я уж не говорю там о прошлом, но это же отношения тянется и до сих пор. Я и хотел вас спросить. Вот вы, человек, переживший, проживший то время, человек, у которого отец оказался в лагере, слава богу, оттуда вышел, но, как вы сами вспоминаете, вышел оттуда абсолютно сломленным и другим человеком. Как вы можете объяснить вот эту нынешнюю, сегодняшнюю ностальгию по Сталину, эту возродившуюся, неизвестно вообще из какого пепла, любовь и поклонение ему? Это что, народ вот не может без такого деспота тот же русский народ? Вы знаете, я думаю, что, во-первых, это говорят многие те, кто не пережил это время. Начнем с этого, потому что с тех пор прошло уже достаточное количество лет, 1953 года. Уже сменилось три поколения. Так что многие говорят, которые не знали, что такое эпоха Сталина. Это первое. Второе. Повторяют мантру, которое повторялось уже много раз. Лишь бы не было войны. Помните? Да, конечно. Мы все стерпим, лишь бы не было войны. Это эмоция. Эмоция, не подкрепленная ни анализом, ни знанием. Ну, и, наконец, я думаю, что есть третья категория людей, которая говорит от противного. имея в виду то, что сейчас ему настолько не нравится, что лучше вернуться к тому, что было. Да, что тут говорить? Мы и так возвращаемся к нему. Замечательно. Возвращение это связано с тем, что, помните, была такая шутка по поводу Брежнева. «Бровеносец в потемках». Да, 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 конечно. Вот нечто подобное, кажется, происходит от того, что у нас нет головы, которая могла бы знать, как и куда двигаться дальше. С учетом всех наших национальных особенностей. Скажите мне, я ошибаюсь, или это так, что официальная запись гимна Российской Федерации в исполнении вашего хора? Вы знаете, я не знаю, какую запись сейчас дают, я обычно в 6 часов утра еще почиваю, но мы принимали участие в эталонной записи гимна Советского Союза. Положа руку на сердце, вам нравится этот гимн? Вы знаете, так как я уже на этой музыке слышу третьи слова, третьи, то мне нравится это не может, потому что я никак не могу их выучить. Это первое. Первые слова, это же был гимн партии большевиков. Конечно, да. В 38-м году мы, это мальчишки, пели в нашей школе как гимн партии большевиков. Партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков. Потом мы выучили гимн Советского Союза. Но вот этот гимн, я, простите меня, Сергей Сергеевич, по-моему, Михалков. Сергей, как его зовут-то, действительно, Сергей? Сергей Владимирович. А, Сергей Владимирович Михалков, я его, их так много слов, что я никак не могу их выучить. «Россия любимая наша страна, могучая моя великая слава, твое достояние на все времена, слава вся Отечество!» Глинковский больше вам был по душе? Или тоже, в общем, не совсем гимн? Вы знаете, однажды я был в Америке в резервации. Это место называется Чатакуа. Резервация для очень богатых людей, в которой они живут. Это недалеко от Ниагары. Они живут в этой резервации, и там есть разные церквушки, в том числе и православные. Вот иду я утром и слышу «Божеца!» И знаете, на душе моей стало как-то очень уютно. Замечательное воспоминание. А теперь вот о чем. Вы ведь работали в Молдавии, совершенно изумительно, по-моему, музыкальной стране и музыкальном народе с очень фольклором музыкальным, замечательным. Ваш хор поет, я не знаю сколько, но я слышал две, кажется, изумительные украинские народные песни. Тоже народ, что называется, украинский пивун и музыкальный. Как вот вы относитесь к происшедшему, а в последние годы просто резко усугубившемуся распаду связей, отношений? Будет ли это когда-нибудь преодолено? Есть ли вот в этой культурной основе, связывающей наши народы, все-таки какое-то действительно такое цементирующее начало? Или это все вторично? Вы знаете, поссориться легко, помириться очень трудно. Что же касается нашей общности, вспоминает царя-батюшку великие белые и малые Руси. Для цементирования государства наверно, это хорошо. Но в сущности, народы-то мы разные. Как бы мы ни говорили там, что мы один народ. Нет, мы не один народ. Мы народы разные, потому что у нас совершенно, ну, то есть не настолько разный язык. Нет, не настолько разный. Похожие языки. Но психология и менталитет у нас разный. Жаль одного, что мы находимся в ссоре. Я не верю сейчас, кто виноват, почему и как, но жить с соседями в ссоре очень неуютно. Скажите, Владимир Владимирович, вы всего добились, чего хотели в творчестве? Были какие-то вещи, которые я не сделал. И не сделал ни в силу лености или ни в силу неспособности, а в силу невозможности. Но считаю ли я себя счастливым человеком? Да, считаю. Потому что мне удалось создать собственный коллектив с собственным художественным почерком. Это бесспорно совершенно. Но опять мы тут вспомним и любимого, и не только любимого людей, именно создавших свои коллективы со своим почерком. Я здесь вспомню и Сергея Владимировича Брасцова, и Валентина Николаевича Плучика, многолетнего режиссера, и создателя фактически театра «Сатиры». И еще можно назвать. Но вот когда перед ними вставала проблема преемника, то, что называется, продолжателя, вот они при всей своей творческой гениальности, мудрости, человеческой творчества, они ее решить не смогли. Они видимо, ну то есть не видимо, а даже я знаю достаточно это точно, они боялись, что преемник, как это самое, как только они кого-то, так сказать, объявят, что называется, своим преемником, этот человек, все переориентируется на него, этот человек начнет потихоньку, значит, их, что называется, выдавливать и выталкивать, и ушли, и театра, увы, не осталось, ни великого образцовского театра, который просто создал этот театр «Кукол», как такой художественный феномен, ни театра «Сатиры», ну не говоря уже о таганке, это совсем печальная судьба, как вы для себя решаете эту проблему, она для вас болезненная? Проблема для меня это очень болезненная, потому что все мои попытки пока что не приводили к желаемому результату. Что же касается самой постановки вопроса для меня, пожалуй, я бы сказал, эта проблема нерешаемая. Почему? Потому что таганка все равно будет только в первом издании, второго издания таганки не будет. В музыке проще, проще был аркетром Мравинского, стал аркетром Тимирканова. Для малосведущего человека разницы нет никакой. Думаю, что так же и в хоре после того, как я отойду от дел, вряд ли малосведущий человек что-либо заметит. А может быть заметит, может быть я ошибаюсь. Но я еще раз повторяю, что второго издания индивидуальности не существует в природе. Я с вами согласен. Это действительно так. Не клонируешь. Это точно. Говорят, что такое долголетие, ну, долголетие не просто физически прожить, но вот такое полноценное долгая жизнь, это результат прежде всего жизни положительными эмоциями, положительными переживаниями. Но я знаю, что в вашей жизни полно было всяких конфликтов. Мы уже упоминали, что вы человек в силу своей принципиальности достаточно и конфликтный и все прочее. В чем тогда ваш секрет? Вашего этого поразительного? Я не хочу ничего на самом деле поразительного. Гляжу на вас совершенно все кажется естественным и закономерным. Спасибо папе и маме. Гены. Только Гены, да? Думаю, что да. Никаких особенных секретов? Вы по-прежнему за рулем? Нет, я уже не могу. Зрение уже не позволяет. Ну, я вас понял. Знаете, вот последний мой вопрос, он, как бы так сказать, уходим мы от какого-то творчества и так далее. Потому что мы передачу начали во дворе этого вашего замечательного особняка, усадьбы, городской и с рассказа об этом доме не только с большой, но и чрезвычайно символической судьбой. Потому что он был создан как такой райское гнездышко для успешной семьи. Он в советское время превратился в кожно-минералогический диспансер. А теперь он вот вы стали его хозяевами, ваш хор, и это, конечно, какая-то совершенно его новая сущность. Не назовешь, что это в полном смысле возрождение той первоначальной сущности. Скажите мне, а вам эти стены, помимо того, что вам в них комфортно, удобно работать, все чисто, красиво, они еще как-то воспитают вот этой вот вдобавок своей какой-то исторической памятью, стариной, что-то еще они дают такого дополнительного, или я это уже фантазирую? Когда вам подают обед в чулане или в ресторане, вы ощущаете в блюдах разницу? Браво! Не ел в чулане. Браво, Владимир Николаевич, вы грандиозный совершенно собеседник, я чрезвычайно вам благодарен, я просто получил колоссальное наслаждение. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его героем был народный артист Советского Союза Владимир Минин. Первую половину своей долгой жизни он шел к осуществлению своей мечты, а вторую половину эту мечту осуществляет. Это мечта хор, возродивший традиции русского хорового пения, исполнения русской и зарубежной духовной музыки. Ныне всемирно знаменитый государственный академический камерный хор под руководством Владимира Минина через толщу запретов пробивался и пробился, как вон те березки. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся через неделю. Наша жизнь коротка Все уносит с собой Наша юность, друзья И пусть наша семья соберется тесней, и пусть наша семья соберется тесней. Первый бокал за свободный народ ПЕСНЯ ПЕСНЯ И пусть наша семья соберется тесней. Налей, налей бокалы полней И пусть наша семья соберется тесней. Субтитры подогнал «Симон»